Приветствую вас и, прочитав ваш вопрос, мне показалось правильным озвучить два направления, которые, как мне кажется, будут полезны вам для ответа на ваш вопрос. Дело в том, что первое направление связано с внешней стороной вашей жизни и касается именно концепта приза, то есть вы хотите чем-то себя радовать, в принципе, желание вполне естественное и нормально радовать себя чем-то. И, естественно, после тяжелого рабочего дня хочется восполнить каким-то позитивом, да, каким-то приятным моментом свой быт. И вы знаете, здесь нужно исходить из следующего. Сама концепция приза означает получение желаемого. Но, если говорить именно о еде, то вы радуете как бы не себя, вы радуете свои вкусовые рецепторы, вы их раздражаете. Да, вы получаете некие эндорфины от потребления каких-то продуктов, по разоброшению вкусных и, допустим, вредных продуктов, у которых яркий вкус. Но, по сути, это не есть, собственно, приз. То есть, именно для того, чтобы себя радовать, это наименьший вариант, наихудший вариант по своему эффекту. Радовать вам себя желательно в том, что касается ваших интересов. Вот что вам нравится, что вас привлекает, что вызывает у вас живой интерес. Вот именно это и нужно себе давать, а не такие приходящие, в общем-то, вещи, как еда. То есть, еда, безусловно, важна, но она никогда не позволит вам ощутить полноценно, что вы получили приз. И потому нужно постараться определить, что для вас интересно, что для вас важно, и двигаться в этом направлении. Возможным призом для вас может быть какой-то хобби. Возможным призом для вас будет какое-нибудь проведение досуга. Ну, например, там, какие-то расслабляющие процедуры, релаксации, или наоборот, какие-нибудь тренировки и так далее. Ладно, чего-то для себя определить, чего же вы все-таки хотели бы для себя, и что вам интересно. Потому что алкоголь, по сути дела, это лишь временное удовлетворение своих потребностей, вашей потребности в этом самом приз. Это скорее привычка. Вы привыкли и ничего другого, кроме него, не воспринимаете. И эту привычку, если вы хотите от нее разгадаться, нужно менять. Можно, сколь угодно, долго-долго говорить о том, что регулярное потребление алкоголя может привести к зависимости и так далее. Но вопрос не об этом, поэтому говорить по моему ключе я не буду. Если вы сами такую проблему за собой заметите, то, соответственно, обратитесь именно с ней. Тогда уже вам можно будет помочь. Что касается второго направления, то оно как бы более глубинное. Оно более психологическое, наверное. Потому что связано с тем, что вы нуждаетесь в призе. И вы знаете, это очень тонкий момент. Дело в том, что, по идее, работа, которой вы занимаетесь, сама по себе является для вас уже приемлемой. Но вы почему-то так не считаете. Возникает вопрос, а насколько работа принесет вам удовлетворение? Если не принудит, то почему вы работаете в той сфере, где, в общем-то, вам не нравится? Скорее всего, если это так, то имеет место принуждения. То есть, вы вынуждены работать там, для того, чтобы обеспечивать себя. Слышу? Значит, как таковой реализации в сфере профессиональной у вас нет. То есть, да, вы работаете, но поскольку день был тяжелый, вы не чувствуете удовлетворения, не чувствуете, что призом является сам по себе факт того, что вы справились со всем, значит, работа не имеет для вас столь важное значение. Это плохо. Плохо, что вы не реализуетесь профессионально. Далее вы пишете, что, ну вот как вы описываете свою жизнь, да, что вот вам, вы пришли домой, и хочется себя обрадовать, получить приз и так далее. Это наводит на мысль до того, что у вас нету реализации в сфере личной жизни. То есть, у вас нету любимого человека. И это тоже плохо, потому что вы не реализуетесь как женщина. Вы не любите и не чувствуете себя любимыми. Ну, по крайней мере, так получается из вашего письма. Может быть, у вас есть личная жизнь, но вы об этом не пишете, а вы будем делать только исходя из того, что вы предоставляете, какую информацию вы предоставляете. Соответственно, отсутствие реализации в профессиональной сфере, отсутствие реализации в личной сфере, создает недовлетворенность. И эта самая недовлетворенность толкает вас на замещение, на, как бы, смену. Вы не можете удовлетворить себя там и там, но вы можете, допустим, порадовать себя виновным. И вы это делаете. И вы заглушаете, по сути, свою потребность в том, в чем вы нуждаетесь в силу своего существования. И возникает вопрос, а почему вы не можете реализоваться в личной сфере, допустим? Почему не можете реализоваться в профессиональной сфере? Почему вы не считаете, например, что успешно проведенный рабочий день не является приемом сам по себе? И вот на эти вопросы необходимо ответить. Какие у вас стоят блоки при, допустим, выборе рабочей деятельности, той, которая бы приносила удовлетворение именно вас? Какие блоки стоят на пути реализации себя, как женщины в личной сфере? Может быть, и еще какие-то моменты у вас есть, где вы также не до конца реализовываетесь. И вот они-то как раз и создают вашу нуждаемость в призе. И если вы начнете реализовываться в этих сферах, то вы будете получать все, что вам нужно. Вы будете удовлетворять свои потребности. И нужда в постоянном вознаграждении отпадет, потому что вы и так будете это вознаграждение получать. И если то, что я сказал, верно для вас, то вам необходимо пронабатывать каждую сферу отдельно, то есть профессиональную сферу отдельно, личную сферу отдельно, а, собственно говоря, другие сферы также отдельно. Но может быть, их объединяет что-то одно. Может быть, их объединяет некое ваше качество, черта характера, аспект личности, который является, скажем так, немного деформированным. Его деформация связана либо с комплексами, либо с неуверенностью в себе, либо с заниженной самооценкой и прочее. То есть тут нужно разбираться. Но проблема приза, по сути, это глубина, проблема неудовлетворенностей. И лишь понимание того, что вы желаете на чувственном уровне, чего вам не хватает для полноценного существования, для полной реализации себя, позволит вам решить проблему на глобальном уровне, чтобы вы не нуждались в таких вот подкреплениях, как алкоголь и так далее. Далее. А, значит, обещаю на ваш вопрос, в том, что можно посоветовать для, значит, на замен. Значит, о более узком смысле, я уже ответил на этот вопрос, а более широком, хочется сказать так, чтобы вам не посоветовали эксперты, они будут советовать вам, исходя из своих представлений, исходя из своих желаний, из своих ассоциаций. И принимать их предпочтения вам не стоит, потому что они у вас свои, они у вас индивидуальные, они у вас уникальные. Но свои предпочтения нужно знать, нужно в них разбираться, для этого их нужно изучить. А у вас складывается ощущение, что они не изучены. И поэтому вы, за неимением своих предпочтений, обращайтесь к нам, чтобы мы вам их дали. Но это будут наши предпочтения, это будет наше желание. И вас они так же не удовлетворят. И потому вы все равно, даже начав им следовать, все равно будете чувствовать желание получить приз. Потому что приз, это лично ваш, это точно принадлежит именно вам. А все предпочтения, которые вам назовут эксперты, это будут чужие предпочтения. И вам они пользы не принесут. Ну, может быть, удовольствие на какое-то время и будет, но в долгосрочной перспективе вы все равно вернетесь к тому, что хотите именно вы. И вот более лучшее понимание от своих желаний и обеспечит решение вам вашей проблемы. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам благодарен очень сильно. Я желаю вам удачи, всего доброго и принятия верного решения относительно своей жизни и того, как вы будете в дальнейшем поступать, потому что вы можете решать проблему с внешней стороны, и вы можете решать проблему с внутренней стороны. И, по сути, только от вас зависит правильность этого решения. То есть, нету какого-то более предпочтительного варианта. Но лучше, конечно, для того, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно, лучше все-таки решать проблему с внутренней стороны. Но решать в любом случае вам давать конкретные советы не является профессиональным. Так что, желаю вам удовольствия и еще раз и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok